ВОЛЬНО Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники Органа внутреннего дела Сегодня очень торжественный день в Лаишевском районе в целом Мы сегодня открываем номеральную доску памяти нашего коллеги, безвременно ушедшего из жизни 4 февраля 1995 года Анатолия Владимировича Окунева, который погиб на труп бандитов Опять-таки, здесь следует отметить, что насколько грамотный был сотрудник Насколько он был подготовленный, опытный, пользовался заслуженным авторитетом в органах внутренних дел Республики Тарстан Мы помним о нем И вот сегодняшнее мероприятие посвящено закреплению памяти тому жесту, который, наверное, очень правильно заслуживает каждый такой поступок Все познается в памяти именно подобных поступков Такие поступки не должны никогда быть забыты Потому что это история, молодые сотрудники должны каждый день, в очень правильном расположении, приходя на службу, видеть о том, что это пример Это пример так, как надо служить, так, как беззаветно, преданно и честно отдавать свой долг И если вдаваться в детали того страшного, можно сказать, дня, который произошел 4 февраля, как я уже говорил Анатолий Владимирович из чисто таких человеческих побуждений пошел навстречу этому изворотливому бандиту Который потом нанес свой смертельный удар, чисто сыграв на человеческое качество В наше время говорят, бездушные сотрудники полиции, к сожалению, допускаются такое Что не оглядываются, не смотрят Но это совсем не так Во все времена была школа, и сейчас она поддерживается Когда сотрудникам во все времена прививалась честность, преданность, порядочность и нормальное отношение к людям Я обращался словами благодарности к Антонине Александровне Тот, действительно, все эти годы с таким горем жить, это на самом деле нужно мужество С большим уважением от имени руководства Министерства я, Антонина Александровна, обращаюсь к вам Чтобы с такими теплыми самыми словами Решите вам представить слово Хочу сказать всем спасибо большое, что не забыли Человек, то ли был, конечно, преданный работе Любил свою работу Для нас он, как говорится всегда, остается самым добрым, любимым Всем большое спасибо Руководству, конечно, в первую очередь руководству, кто это такое доброе дело сделал Всем спасибо Человеческая память имеет определенные свойства Помнить добрые дела и поступки Ведь именно по ним и складывается мнение о человеке, о его месте на этой земле Равнодушие и безделье уничтожает человека в человеке А скромность, искренность, отзывчивость, доброта делают не только образцом для подражания Но и позволяют говорить о том, что это и есть настоящий человек Человек с большей буквы Слово предоставляется главе Лаишевского муниципального района Михаилу Павловичу Афанасьеву Дорогие друзья, уважаемые коллеги Конечно, совершенно правильно было сказано моим путешественникам, что Вот эта мемориальная доска, эта память, она больше нужна уже не самому герою А последующим поколениям, молодым людям Ее расположение я тоже хочу подтвердить, оно именно на месте Каждый день заходя, люди будут секунду свое внимание уделять этой мемориальной доске И вспоминать о своем коллеге Конечно, нам бы хотелось, чтобы таких мемориальных досок у нас было как можно меньше Чтобы наши сотрудники всегда были живы-здоровы Но их работа, она подвержена ежедневным рискам И вот этот случай, он действительно показатель Я поставил справку Это был человек преданный своему делу Но в то же время у него были высокие человеческие качества Он относился к людям, даже совершившим преступление У него отношение было такое человеческое И, к сожалению, это сыграло свою роковую роль Мы в городе и в районе будем чтить память героя Окунева У нас в районе уже есть в городе одна улица, которая названа его именем Сегодня появилась мемориальная доска Мы будем пропагандировать и использовать пример этого человека Для воспитания наших детей, будущих защитников нашей Родины Я преклоняюсь перед семьей, перед супругой, перед детьми И также хочу поблагодарить руководство Министерства Материндия Которые прибыли сегодня на это мероприятие И заверить, что все необходимое для того, чтобы наши правоохранители чувствовали себя социально защищенными Чтобы они были уверены в своих семьях, были спокойны в своих семьях Все необходимое мы делали и будем делать Спасибо Право открыть мемориальную доску в памяти майора милиции Окунева Анатолия Владимировича Предоставляется главе Лаишевского муниципального района Михаилу Павловичу Афанасьеву И начальнику управления по работе с личным составом МВД по республике Татарстан Полковнику внутренней службы Софиулину Фариду Наилевичу Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана И эта жизнь его вторая, бессмертной, бессмертной славою полна Слово для выступления предоставляется начальнику Центра информационных технологий И защиты информации Министерства внутренних дел по республике Татарстан Полковнику внутренней службы Шакирову Рамилю Хадеевичу Добрый день, уважаемые Лаишевцы Без прошлого нет будущего И уковечение памяти наших коллег бессонно является достойным шагом на сегодняшний день Я от себя, от министерства, я как куратор этого района признаюсь Вот, на самом деле, побольше бы таких мероприятий Потому что порой мы забываем, на самом деле, своих товарищей Спасибо огромное от себя еще раз Лично я от министерства интервью Спасибо Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неутомимый бег Тогда весь мир ты примешь во владение, тогда ты только будешь человек Слово предоставляется начальнику отдела МВД России по Лаишевскому району Полковнику полиции Кузахметову Шамилю Зинуровичу Уважаемые коллеги, мне бы хотелось поздравить вас с этой знаменательной датой Да, мы добились И самое интересное, что это инициатива личного состава была Никто, собственно говоря, не понуждал Никаких мер административного воздействия не было Сами личный состав собрал деньги Заказали эту доску в честь памяти человека, который отдал свою жизнь На служение Родине В настоящий момент много, конечно, сейчас и в прессах, и в прессе, и в других Как бы в средствах массовой информации проходит Что сотрудники полиции находятся не такие, как должны быть Вот, пожалуйста, живой пример Человек, который отдал свою жизнь служению народу Человек, который вполне сознательно шел на нож Чтобы задержать убийцу и обеспечить безопасность Спасибо большое Бег времени не остановишь и не изменишь ничего Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ее Плывут их души облаками и слезы льют грибным дождем И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живем Дают советы в сновидениях, оберегают от беды А мы порой не замечаем слова средь бренной суеты Но память, верный наш хранитель, дает подсказки И тогда нам что-то в сердце вдруг напомнит он с нами Здесь и был всегда Слово предоставляется заместителю председателя Совета ветеранов При Министерстве внутренних дел по республике Татарстан Александру Дмитриевичу Авдееву Уважаемые товарищи Сегодня совершенно неожиданно оказалось так Что на открытии мемориальной доски съехались Ребята, я уж так скажу, пусть меня извинят все Ребята, ветераны, практически со всей округи Из Паска приехали, из Казани приехали Из Столбищ приехали Ну Столбищ это ваша территория, как говорится Но все равно люди собрались Люди собрались, потому что память это такая вещь И чтобы что-либо помнить, нужно знать об этом И вот то, что сейчас все узнали О том, что был такой Окунев Что был такой человек, который Был гуманным, несмотря на то, что 20 лет отслужил В тяжелейшем подразделении, в уголовном розыске Где каждый день видел одну грязь Где каждый день видел только то, что обычный человек Закрывает глаза и не желает видеть Он сохранил в себе человеческое начало И вот как важно, чтобы вот сейчас Наши ребята, ветераны Имели возможность постоянных встреч с личным составом Чтобы могли рассказать не только об Окуневе Но могли рассказать и о том, как они работали Как они искали людей Как они создавали авторитет лаишевской милиции Вот только что мы были у Ватагина Человек, который 33 года отработал участкового-уполномоченным Здесь, в районном центре, в прилегающих деревнях Ведь первое, что он сказал Когда мы его поздравили с 85-летием Он сказал Я когда приходил в деревню Я разговаривал с каждым, кого я встречал Я заходил в каждый дом Я знал не только хороших Я знал и плохих И с плохими я разговаривал Понимаете, вот С этим Ватагиным С человеком, который тоже является легендой лаишевской милиции Надо встречаться И надо, чтобы вот молодые ребята, сотрудники К таким ветеранам Которые сейчас не имеют возможности прийти к вам Приходили домой, хотя бы разок в месяц Просто так, полчаса посидеть Полчаса рассказать ему о том, что они сейчас делают И набраться от него ума-разума Вот поймите, пожалуйста Чтобы помнить о хорошем Нужно знать это хорошее И это хорошее нужно искать Это хорошее нужно поднимать на гора И вот то, что сейчас в лаишево открылась Это мемориальная доска Это огромный шаг вперед Это пример всем подразделениям республики Как нужно относиться к памяти И как эту память нужно вносить в нашу жизнь А тем более сейчас у нас обстановка тяжелейшая Этот дальний привел к тому, что Сейчас вся мразь поднялась на ноги Вся эта мразь сейчас пишет заявление на любого сотрудника Вся эта мразь говорит о том, что над ними издеваются И вот сейчас очень важно Вот вам, ветераны К вам обращение очень большое Будьте рядом с действующими сотрудниками Будьте рядом с ними Будьте для того, чтобы подтвердить правоту их действий Потому что без этого сейчас очень сложно И ребятам нужно помочь морально вылезти Вот из той ямы, в которую нас посадили Потому что, по сути дела, мы боеспособны Мы можем сделать все, что необходимо Но нам нужно сейчас вновь и вновь сделать так Чтобы в нас люди, которые нас окружают, поверили Успехов вам! И еще раз большое спасибо Лаишеву За вот эту мемориальную доску Есть такое поверье Когда уходит в небытие душа На небе зажигается новая звезда Если это так, вот он видит нас Радуется нашим улыбкам Печалится нашей грустью Ведь в каждом из нас живет частичка Я не дружитой жизни Слово предоставляется ветерану отдела МВД России Полаишевскому району Людмиле Васильевне Колежовой Дорогие друзья Сегодня такой торжественный день Для нас, ветеранов Что без слез Тот день, 4 февраля 95-го года Тяжело вспоминать И тем не менее, все эти годы мы помнили о нем О нашем окуне Витолике, как мы его звали Анатолию Владимировичу Человек беззаветно преданный Был своему служебному делу Человек прекраснейший Семьянин Вот сегодня надо подчеркнуть Он так любил своих детей Рабочий день начинал с того Что у него там Сережа сделал Что второй Как появился третий А третий появился Совсем махенький остался Его жизнь Для нас сегодня Это образец Как надо служить Как надо Обращаться с народом С гражданами И те времена были нелегкими Правильно вы сказали Очень были тяжелыми И личный состав по комплекту Был совершенно В меньшем количестве И преступления Ничуть не Не легче были А тоже тяжелые были Тем не менее, он со всеми Находил общий язык Отдавал все Свое свободное время службе Я хочу сегодня Вспомнить о нем Как о прекрасном Хорошем Добром Друге Потому что и для нас Он был очень хорошим другом С ним я вот начинал работать Вернее он начинал со мной работать С первых дней службы И до самого Последнего дня 4 февраля Пользуясь случаем Я хочу выразить Огромнейшую благодарность Новому начальнику отделу Шамилю Зинуровичу Благодаря ему Мы сегодня с вами смогли Открыть эту мемориальную доску Благодаря ему сегодня Появилась новая возможность Воспитывать личный состав В духе Очень искренним К выполнению своих обязанностей К выполнению своей обязанности А мы как ветераны Обещаем Все что можем Что позволит наше здоровье Сила Мы вам поможем Прошу промолви пару слов А ты спокойствие молчишь Прошу вернись из мира снов Я умоляю Пробудись Угас огонь горящей свечи Не дав исправить ничего Забрав тебя от нас навечно Украв тебя И никого Друзья тебя не позабудут Тебя ведь позабыть нельзя И в памяти навеки будет Улыбка добрая твоя Слово предоставляется Председателю Совета ветеранов Отдела МВД России Полаишевскому району Щербакову Василию Егоровичу Трагическое дня Прошло уже много времени Но мы не забыли своего Моего товарища Нашего начальника Угновска Окунева Натальяна Владимировича Которого мы всегда помним И будем помнить Хочу от всех ветеранов И пенсионеров Сказать слова благодарности Проколосство отдела Которое помогло Нам и всем Оставить в памяти Сотворить мемориальную доску Спасибо большое Человек живет во имя жизни Стремится вперед Покидая этот мир Он оставляет на этой земле Особую память Которая живет в наших сердцах Объявляется минута памяти Уважаемые присутствующие Просим вас возложить цветы К мемориальной доске Продолжение следует... Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятной мемориальной доски начальнику уголовного розыска Лаишевского ОВД, майору милиции Окуневу Анатолию Владимировичу, объявляется закрытым.